Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Климчук. У нас сегодня в гостях Денис Понничев. Это предприниматель, который расскажет о личном бренде, как его сформировать, как его сделать, и что это вообще вам может дать, как отдельные боевые единицы в плане предпринимателя. Денис, что такое вообще личный бренд? Для начала, да, можешь представиться о своей регалии. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Денис Понничев, как Михаил меня уже представил. Я, на мой взгляд и взгляд многих моих коллег, успешный предприниматель. Веду несколько бизнес-проектов. Это ивент-агентство, маркетинговое агентство, инвестиционные проекты и эко-база отдыха и фермерский бизнес-инкубатор. Об этом, я думаю, мы поговорим в других подкастах чуть более подробнее. Сегодня же будем разговаривать о личном бренде, о том, как эта тема, как построение личного бренда влияет на успех вашего бизнес-проекта, да и не только бизнес-проекта. На сегодняшний день личный бренд – это то, что помогает быть успешным любому человеку, будь то наемный сотрудник, будь то предприниматель, будь то чиновник. То есть построение личного бренда важно во всех сферах деятельности. И сегодня мы более подробно раскроем эту тему. Я поделюсь своим кейсом. Я надеюсь, Михаил поделится своим кейсом, потому что у него тоже очень успешный личный бренд. И мы будем рады ответить на ваши вопросы и проконсультировать, возможно, по каким-то ситуациям. Пишите, мы в Инстаграме, и, собственно, будет комментарий под подкастом. Что такое вообще личный бренд, чтобы было понятно? То есть прокомментируй, пожалуйста. Личный бренд, лично, на мой взгляд, это твой образ в среде, в которой ты находишься. То есть это то, как тебя воспринимают люди. Как ты одеваешься, как ты говоришь, что ты говоришь, чем ты занимаешься. И это все не единовременно, не единомоментно, как многие привыкли, да, там, сфотографировались на фоне Ламборджини, да, там, все, я вот такой мультимиллионер, который ездит на крутой тачке, да, просто. И дальше это не поддерживается. Сейчас основной критерий личного бренда – это системный подход. То есть не то, что ты, там, неделю попостил, да, откуда-то, там, я не знаю, на Мальдиву улетел. Арендовал автомобиль, сфотографировался и… Да, 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 и все, да, провел фотосессию. А то, что это у тебя обыденная жизнь твоя, которой ты реально живешь, а не показываешь, что ты ей живешь. И делаешь это системно. И делаешь это в том направлении, в котором ты действительно живешь. То есть, допустим, занимаешься ты каким-то бизнес-проектом, не знаю, гостиницами, да, ты показываешь, что ты в этом проекте. Либо у тебя, там, проект по созданию YouTube-канала, и ты в этом проекте. А не то, что ты еще не создал, еще не живешь. То есть не стоит себе придумывать каких-то мифических картин, каких-то мифических сюжетов, да, которые ты хочешь пропозиционировать. Потому что сейчас это очень четко видно, очень легко читается. И строить личный бренд нужно реальный. Не показывать на себя никакой маски, не надевать то, как есть на самом деле. Слушай, вот смотри, благодаря культуре, которая представлена в виде каких-то фильмов, то предприниматели, они представлены, знаешь, вот как люди, которые разъезжают на дорогих машинах, вроде куда-то ходят, какие-то дела делают, там по телефону, да, покупай там акции, там сейчас типа зарабатываем деньги. И вот это клише, оно, знаешь, вот прицепилось к предпринимателю. Ты можешь вообще рассказать вот именно, какой сейчас российский предприниматель? Потому что мы сейчас перейдем дальше к личному бренду, там, да, то есть вот наша задача все-таки для тех людей, кто это посмотрит, все-таки применить это на практике, потому что вот это очень важно, позиционировать себя, да, что твой личный бренд, он все-таки переходит и на компанию, потому что компания уже воспринимается как нечто большее, потому что здесь есть все-таки как бы представитель ее, ее создатель, ее основатель, поэтому скажи, пожалуйста, какой сейчас современный предприниматель российский? Да, тут два вопроса, поэтому начнем с первого, очень важного, очень важно понимать то, о чем я говорил тоже в самом начале, не обязательно транслировать себя как там мега успешного, супер богатого, да, там такого человека, который не в бизнесе, а постоянно ездит куда-то на отдых и так далее. Абсолютно нет. Если у вас автосервис и вы предстаете в образе в робе с ключевым, с грязным лицом и руками, это тоже личный бренд. И в вашем бизнесе это будет работать, показывая то, что вы реально руками строите свой бизнес, сами знаете, как устроена машина, а не просто наняли каких-то слесарей, которые вам зарабатывают деньги, вы не участвуете в этом процессе. Опять же, мы потом поговорим более подробно о том, как ваш личный бренд влияет на ваш бизнес-процесс. Сейчас об образе предпринимателя. На мой взгляд, образ российского предпринимателя двугранен. Первое, это московские-немного питерские предприниматели, которые работают там с госзаказами, которые работают с крупным бизнесом, да, как правило, это какие-то дочерние предприятия при там в различных крупных бизнесах, и реальный малый микробизнес, который там один индивидуальный предприниматель, там три человека работает и так далее. Вот эти люди, на мой взгляд, у которых рабочий день 24 на 7. Те, которые действительно вкладывают всю душу, всю энергию, иногда в ущерб там своим интересам, интересам своей семьи, и они реально стараются порой просто выжить, заработать себе как самозанятые некую там заработную плату, чтобы жить. Порой у них выстреливают проекты, они начинают развиваться. Но это люди-трудяги, это не те люди, которые просто вот так, мы будем делать бабки, мы будем делать бизнес. Нет, сейчас так не работает, то есть у нас уже, к счастью, не 90-е. Чтобы заработать реальных денег, нужно работать. Нужно работать прежде всего головой, потом нужно вкладывать туда свои умения, те, которые мы приобрели уже, выстраивая свой бизнес-процесс, либо там получая некое образование. И из этого делать системный рост своего бизнеса, в том числе через рост своего личного бренда, о котором мы сегодня будем говорить. Слушай, а вообще где нужен личный бренд, так вот, чтобы понимать? Ну, то есть вот, где он вообще применим? На мой взгляд, на данном этапе развития цифровых систем, социальных сетей, оффлайн сетей социальных, которые наши коммуникационные сети, личный бренд важен везде. Потому что вот вопрос ко всем, кто нас смотрит. Скажите, пожалуйста, что прежде всего будет оценивать ваш работодатель, когда вы пришли к нему на работу? Вас, ваше резюме или ваш профиль в соцсетях? Вот при всем прочем, я думаю, сейчас многие поставят третий вариант. Почему? Потому что действительно это тот инструмент, который помогает вас оценить с вашей будничной стороны, то есть той, чем вы действительно живете. Познакомиться. Да, познакомиться с внутренним. С вами точнее познакомиться. Да, более близко. И это относится ко всему. Вот я также, прежде чем начинать работать с каким-то человеком, с каким-то бизнес-проектом, я прежде всего захожу на его профиль в Инстаграме, ВКонтакте, смотрю, в каких он группах в Телеграме и так далее. Это очень ярко показывает, чем действительно живет человек. Поэтому личный бренд, отвечая на вопрос, нужен во всем. Будь то вы нянечка в детском саду, будь то вы чиновник в администрации, будь вы предприниматель или просто там мастер по маникюру индивидуальный, который работает сам на себя, будь вы руководитель там небольшой компании, того же автосервиса, там сети гостиниц, где у вас там в подчинении 10-50 человек, будь вы руководитель хорошего среднего бизнеса, там с количеством сотрудников, там 150 человек, там оборотов больше двух ярдов и так далее. Каждому из этих людей и их наемным сотрудникам важны личные бренды. Для наемных это то, как вас будет позиционировать, воспринимать ваше окружение, ваш работодатель. Для предпринимателей это то, как вас будут воспринимать ваши партнеры, ваши контрагенты, ваши заказчики. И все это очень четко отслеживается. Сейчас в мир максимальной открытости, максимальной цифровизации ничего невозможно скрыть и невозможно на себя долго держать одетую маску какую-то, того, чего вы не представляете себя на самом деле, потому что все просматривается, все анализируется. Поэтому бренд нужно создавать реальный, реальными инструментами и главное делать это, повторюсь, системно. То есть не делать один пост в неделю, какой-то там мифический, пусть даже реальный, а стараться позиционировать себя в оффлайн жизни и в онлайн жизни довольно-таки системно и в одном направлении. Ну вот маленькая ремарочка, я тоже подготовился к выпуску, просто нашел на просторах интернет небольшой кусочек информации. Личный бренд состоит из двух главных характеристик, таких как репутация и охват. Как часто и что о вас говорят, репутация очень важна и составляет основу вашего бренда. Известность без устойчивой и надежной репутации не будет вам на руку. Совсем не обязательно, чтобы о вас знали абсолютно все. Главное, чтобы вы были известны своей целевой аудиторией и среди коллег, и, ну скажем так, в своем городе, там в своей стране. То есть поэтому, да, развиваем охваты. Ну самое главное, конечно, это все-таки репутация. Это мой личный есть опыт. Я когда-то работал в сфере недвижимости и когда у меня была определенная сделка, достаточно крупная, мне сказал клиент, что, знаешь, я тебе немножко информации собрала. Я такой, да, и что? Ну что-то плохо обо мне узнали? Я такой, да нет, говорит. Самое главное, если бы никакой информации тебе не было. То есть насколько важно, это было и тогда, и это очень важно и сейчас, потому что это действительно реально работает. Еще более важно. Да, потому что ваша репутация, она идет, знаете, это как ваша тень, которая идет с вами на всем пути. Поэтому ваша репутация вам помогает. Но опять же, вот как здесь и написано, был этот охват. Насколько хорошо знает о предмете вас, то есть именно о личности имеется в виду, что вы из себя представляете. Слушай, Денис, а как вообще сформировать личный бренд? С чего начать? Есть какой-нибудь там, ну не знаю, алгоритм? Да, я прежде чем ответить на вопрос, прокомментирую вот про охват и про, соответственно, бэкграунд, который есть у тебя. Действительно, очень важно вот то позиционирование. Я вот опять же, чтобы давать конкретные инструменты, почему не надо дорисовывать себе каких-то там заслуг, регалий, потому что это все отслеживается, и вот тот бэкграунд, который у вас есть, он так и дальше будет продолжаться. Если вас раз, два, три уличат при создании личного бренда на том, чего действительно нету, в дальнейшем доверие вы подорвете настолько, что восстановить его будет очень сложно. Поэтому лучше сразу действовать так, как есть на самом деле. И по поводу охвата, вот многие, услышав слово охват, считают, что это там должно быть 5, 10, 50, 100 тысяч подписчиков, там миллионы. На самом деле абсолютно нет. Если вы небольшой предприниматель, работаете где-то локально, вот опять же там салон цветов, я не знаю, салон красоты, булочная какая-то, да, у вас, и вы работаете на конкретный определенный район, то вам не нужен большой охват. Вам нужна ваша целевая аудитория в этом районе, которая будет вас знать, за вами следить, будет на вас подписана. Это может быть там 300 человек, да, если вы там небольшая пекарня, и действительно вам достаточно так, чтобы к вам 300 человек в день приходило, брало свежие булочки, и вы с этого будете зарабатывать там 300-500 тысяч рублей в месяц, ну, собственно, вот ваша целевая аудитория. Если вы, конечно, вы хотите быть там инфобизнесменом, транслировать это на всю Россию, на весь мир, тогда нужны большие охваты. Но основная мысль в том, что охват локальной вашей целевой аудитории не всегда должен быть громадным в тысячах, в сотнях тысяч. Это должен быть ваш узкий круг в зависимости от того, насколько локализован ваш бизнес. Ну и по бэкграунду мы еще поговорим. Возвращаясь к вопросу… Как сформировать, да, личный бренд, с чего начинать? Какие вообще есть инструменты, которые помогают создать личный бренд? Прежде всего, для формирования личного бренда нужно, как и в любом другом деле, остановиться, выдохнуть, как удобно закрыться в офисе дома, уехать куда-нибудь в другое место и просто пару часов побыть с собой, подумать, что же вы хотите, как вы хотите себя представить, экспертам в какой области вы хотите себя представить, какие вы цели для этого ставите, кто ваша целевая аудитория, для кого вы это делаете непосредственно. То есть, ну, возьмем, да, к примеру, меня. Вот, как я вначале сказал, у меня четыре проекта. И это очень сложная структура, многие люди путаются, потому что я себя позиционирую как там экспертом в этих четырех направлениях. И это сложно, и это я вот, опять же, критикую себя, все мне не хватает духа определиться, выбрать одно из направлений, где строить более углубленно бренд. Поэтому это моя ошибка при построении личного бренда в том, что я себя позиционирую сразу в четырех направлениях. И это большая ошибка. Я прям предостерегаю всех. Выберите одно направление, где вы будете строить свою экспертность. Это самое важное. То есть то, в чем я эксперт, то, что я показываю своей целевой аудитории, на что я ее собираю, в чем я ей полезен. Определились прежде всего с этим направлением. Далее анализируем, кто те люди, которым мы будем интересны, что мы можем дать этим людям непосредственно. Да, если, допустим, вот я эксперт в сфере инвестиций, моя целевая аудитория – это люди, которые уже доросли, задумались над инвестициями, хотят вкладывать деньги, имеют эти деньги. Опять же, надо понимать, что люди могут задумываться, имея свободные 10 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, миллион и так далее. То есть это все разные целевые аудитории. Вот как и в бизнесе, в любом бизнес-проекте, одно из основополагающих факторов – это целевая аудитория. Насколько вы четко, насколько вы узко, насколько вы грамотно пропишете свою целевую аудиторию, настолько эффективно вы начнете развиваться. Потому что одним из инструментов все-таки развития личного бренда, особенно в сетях, это остается также таргетированная реклама, и вы знаете, что ее настройка – это также четкое понимание целевой аудитории. Поэтому второй момент после определения направления вы должны четко определить, какая целевая аудитория будет вам интересна, а самое главное, какой целевой аудитории будете интересны вы. Потому что порой эти два понятия не совпадают, к сожалению. И люди считают, что им интересна целевая аудитория А, люди от 30 до 45 лет, со средним достатком свыше 100 тысяч рублей и так далее. Собственно, предприниматель считает, что ему интересна такая аудитория. А они на самом деле на сегодняшний момент интересны аудитории до 30 лет с достатком средним заработком 30 тысяч рублей и так далее. И из-за того, что он делает упор весь на свое видение аудитории, он, соответственно, не захватывает тот слой, которому он интересен. И из-за этого личный бренд развивается очень медленно. Поэтому стоит четко соотносить свое видение, кому вы бы хотели быть интересны и кому вы интересны на самом деле. Для этого есть инструмент, ну, прежде всего, это тестирование. То есть вы запускаете свой контент и смотрите, кто вас лайкает, кто вас комментирует, какие соцсети у вас лучше работают, кто-то аудитория, которая начинает на вас подписываться, анализируете и понимаете, кому вы действительно интересны, с кем, кто хочет потреблять ваш контент, кто интересуется вашей деятельностью. Это второй момент в построении. Третий момент, помимо направления целевой аудитории, это определение каналов взаимодействия. То есть через что, через какую социальную сеть, через какие каналы оффлайн, контактов вы будете взаимодействовать со своей аудиторией. Наращивать охват, скажи так. Да, наращивать как раз тот самый охват. То есть вы определились с своей картинкой, картинкой себя как бренда, направлением, и через что вы будете транслировать информацию, которую хотите доносить о себе для аудитории. Будет это социальная сеть ВКонтакте, будет это Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, будет это Телеграм-каналы, либо Ватсап-чаты какие-то, будет это Клабхаус, все что угодно. Все начали уже про него говорить. Да, да. В курсе, да, что Соловьев туда вроде как добавился, но его заблокировали. Да, забанили сразу же. А почему, кстати? Потому что социальные сети… Чтобы мы понимали, он все-таки все равно как бренд уже состоялся. Да, и именно поэтому, я считаю, его там и забанили. То есть вот смотрите, это вот тот бэкграунд, о котором как раз сказал Михаил, и я его поддержал, о том, что есть определенный бэкграунд человека, и есть определенная целевая аудитория в различных социальных сетях. Это надо четко понимать. Да, что, допустим, целевая аудитория у телевизионных каналов наших, особенно традиционных, центральных, это одно, да, и вот там Соловьев состоялся как бренд. Целевая аудитория Клабхауса, ТикТока, Инстаграма, еще в какой-то мере, это совершенно другая целевая аудитория с другим видением, как правило, да, и, соответственно, вот его личный бренд, на мой взгляд, для этой целевой аудитории был неугоден. И они, имея инструменты, опять же, легитимные, скорее всего, инструменты, той же социальной сети, зная, как она работает, ну, как общее мнение, опять же, из сетей, из информационных ресурсов, то, что они просто пожаловались на аккаунт, его заблокировали, просто не захотели этот бренд, этого человека видеть в этой соцсети, считая ее... Да, как раз, смотри, продолжая тоже тематику, да, все-таки господин Соловьев у нас действительно сформировал свой личный бренд, и я хочу заметить один такой вот момент, его имя, конечно, ну, раскрутить его имя помогло все-таки, ну, помогли те каналы, на которых он работал, то есть, грубо говоря, государственные, ну, бюджетные, точнее, деньги там, да. Почему сейчас Соловьев ушел на YouTube? При том, что... То есть, на YouTube он ушел не целым каналом, то есть, не канал там РТР, да, вроде бы, или Россия, я не помню, Россия-24, да? Вот он ушел, то есть, он не ушел, он продолжает работать на Россия-24, и почему он начал, скажем так, это уже, кстати, к вопросу я подвожу, почему он начал развивать свой канал, а вопрос сводится к тому, что почему развивать личный бренд лучше, чем бренд-компания? Отсюда вытекающий вопрос. С чем это связано? Ну, сначала, отвечая на первый вопрос, почему он ушел в YouTube, потому что все уже прекрасно понимают, что традиционные СМИ, ну, они уже не столь эффективные, не столь интересные, не столь массовые. С чем это связано? с развитием мира, потому что все люди, вот, гораздо проще им пользуются интернет-каналами, да, нежели покупать программу и смотреть то, что тебе уже подготовили, что ты… Ну, и опять же, выборка какая-то, да, вот, если тебе не нравится смотреть всю программу, передач, там, да, там, может быть, тут спокойно ночи малыши, там, может быть, там, ургант идти, там, да, вот, а ты хочешь употреблять конкретный контент, то есть это вот именно выделение. В данный момент хочется увидеть, и это, возможно, дает интернет. Поэтому в интернете, ну, то есть те, кто сейчас не ушел в интернет, те в скором времени, скорее всего, окажутся за бортом и бизнеса, и там, и социальной какой-то структуры, и политической, и так далее. Поэтому это очень важный момент. Поэтому, соответственно, человек, о котором мы говорим, в том числе ушел в интернет, чтобы остаться востребованным с точки зрения создания контента и его продвижения. Все, опять же, федеральные каналы тоже есть сейчас дублирование в интернете и записи можно посмотреть и так далее. Это тоже важный момент, который все понимают. Просто кто-то это делает более эффективно, а кто-то менее эффективно. Кто-то делает более, скажем, такой ярко выраженный трендовый контент, а кто-то делает более стандартный контент. От этого зависит охват, вот тот самый охват аудитории. В том, что если человек занимается развитием своего личного бренда, то он может дотянуть и даже перегнать аудиторию серьезного канала, в который вливаются большие деньги, там раскрутку, у которого большой штат, кстати, что немаловажно. Потому что себестоимость выпусков первого канала, они достаточно дорогие. То выпуски человека, персонально, даже вот взять наш выпуск, он только обусловлен, скажем так, арендой помещения и оборудованием, ну и, в принципе, минимальная какая-то заработная плата людей, которые, в принципе, этим занимаются. Вот. В итоге, почему все-таки личный бренд лучше развивать, чем бренд компании? Здесь, на мой взгляд… Что это дает именно? Два момента. Первое. Бренды компании очень сильно развивали в последнее время, ну вот как мы перешли к современной экономике в 90-х годах, начали у нас сразу рекламные компании у крупных бизнес-игроков, да, там, мы все помним, там, компании рекламный Procter & Gamble, там, Coca-Cola и так далее, которые сейчас есть и ПТВ, и на билбортах, и везде. Это колоссальные бюджеты. И сейчас, чтобы пропозиционировать свою компанию, бренд своей компании на подобном уровне, нужно вложить еще больше средств. Это довольно-таки тяжело. Даже строя личный бренд компании в социальных сетях, это все равно стоит гораздо дороже, нежели создать личный бренд человека. Это с экономической точки зрения. Почему дороже? Потому что, когда вы создаете свой личный бренд, то есть на бренд компании подписываются кто? Клиенты. На вас, как на человека, как на эксперта, могут подписываться не только клиенты, но и люди, которым потенциально интересно то, о чем вы говорите. Вот сегодня мы говорим о личном бренде, да, и сюда не обязательно должны прийти клиенты, которые там, хотят заказать, там, у меня консультацию по личному бренду. Абсолютно нет. Сюда придут, посмотрят этот контент люди, которые тоже задумываются о построении своего личного бренда. Либо, допустим, опять же, подписчики канала Бородач ТВ, которые смотрят и потребляют весь контент и хотят, никогда не задумывались о личном бренде и тут услышали эту тему, да. Поэтому личный бренд гораздо сейчас проще строить с точки зрения позиционирования, с точки зрения привлечения аудитории, если вы это, опять же, делаете правильно и очень экспертно, через личный бренд уже продвигать свою компанию. То есть, показав свою сверхность, завоевав свою аудиторию, увеличив охват, вы начинаете рассказывать о том, что вы не просто эксперт, а эксперт, за плечами которого стоит команда, которая работает и создает качественный продукт либо услугу, и я вас рекомендую там потреблять, соответственно, продукт либо услугу. Можно я немножко тоже прокомментирую? Да, все ты правильно говоришь. Фишка в том, почему вообще, кстати, сменилась вот эта парадигма с точки зрения вливания даже денег, скажем так, блогеру сейчас намного интереснее, нежели просто тратить деньги в какие-то каналы. Связано это, прежде всего, с тем, что с появлением социальных сетей, YouTube, это тоже считается социальная сеть, изменилась вообще форма потребления контента. Вот здесь очень самый главный, ключевой момент, это изменилась форма потребления. Если раньше мы смотрели какие-то просто программы целиком, то сейчас мы выборочно. Это один момент. Второй момент это то, что стало очень важно влияние людей, которые, как сказать, лидеры мнения, вот они еще называются, слушать мнение и вкладывать тех людей, которые вещают на какую-то свою целевую аудиторию. То есть, важны сейчас лидеры мнения. Если вы действительно сформировали какое-то свое какой-то личный бренд, то, соответственно, это дает силу, силу воздействия на конечного потребителя. А это очень важно. Почему? И говорится о том, что развивать личный бренд, а, это экономически целесообразно, б, это более результативно с точки зрения воздействия на потребителя. Вот. Маленькую ремарочку. просто почитал книги «Поведение потребителя». Отлично. Действительно, вот опять же, возвращаясь к вопросу личный бренд, бренд компании, личный бренд, он помогает выстроить гораздо более тесные связи с вашим потребителем. То есть, когда вы выстраиваете связь бренд компании тире потребитель, вы выстраиваете сразу формальную клиентскую связь. Ты же сразу же формируешь опыт, грубо говоря, ну, то есть, ты показываешь людям, да, вот если мы берем просто блогеров, которые делают какие-то обзоры, то мы, грубо говоря, показываем процесс, а как эта штучка выглядит, потому что сейчас все очень дорого где-то стоит, ну, какие-то дорогие вещи высокотехнологические, там, да, скажем так, они дорогие. Поэтому, чтобы купить, мы иногда смотрим и вот сразу же, то есть, как бы и продавать можно, да, и показывать, как опыт эксплуатации, то есть, и люди уже сами принимают решения. То есть, вот таким вот образом действительно работает. то есть, доверяет ли вам, это очень важно. То есть, ваша репутация, это первое, что вы должны ставить, а охват, конечно, вот потихонечку, если вы что-то делаете, то вы можете просто нарастить. Совсем, да. Ну, да, продолжая просто, вот о взаимосвязи потребителей, бренд компании, ну, это сразу формальная какая-то материальная связь, которая построена на товарно-дельных отношениях, а связь, личный бренд и бренд вашей аудитории, это абсолютно другая связь, это связь более интеллектуальная, более эмоциональная, более такая, душевная, потому что тут люди, ваши потенциальные клиенты либо просто зрители, они воспринимают вас как человека прежде всего, не как человека, который им что-то продает, а как человека, который несет им полезность, любую полезность, которую вы можете дать в связи со своей экспертностью. Они к вам относятся как к человеку, а не как к продавцу прежде всего. Если вы правильно выстраиваете свой личный бренд, они понимают вашу ценность для себя лично и через ценность уже приходят к потреблению. И это вот, на мой взгляд, на сегодняшний день единственный верный путь к сердцу, через сердце, к кошельку вашего клиента. Это называется позиционирование. Да. То есть можно немножко поподробнее про именно позиционирование себя, то есть вот что нужно действительно, как себя представлять, то есть какой нести месседж, я так понимаю. Да. Основное позиционирование при формировании личного бренда, я повторюсь, это позиционирование себя как эксперта, опять же, не как эксперта, который я все знаю, я все могу, мы все сделаем и так далее. Нет. Как эксперта, который может закрывать потребности, боли, страхи вашей потенциальной аудитории. То есть прежде всего на основе жизненного опыта, опять же. выявить то, чем вы можете быть полезны, что вы можете дать конкретно, конкретному человеку. Вот многие эксперты выросли, вырастили свою аудиторию на том, что разбирали, вот как Михаил говорит, распаковка, да, вот сейчас очень модно смотреть распаковки различных товаров, вот там мы выбрали графический планшет, и я, собственно, перед этим посмотрел 5-7 различных распаковок, которые мне дали классное понимание к тому, как это работает, в чем разница между одним, вторым, третьим. Ну, то есть я абсолютно был не экспертен в этом направлении, а вот подобные ролики и люди, которые их делали, ну, дали мне понимание, как это устроено. И так в любой сфере, так вы можете делать абсолютно во всем. Опять же, там салоны красоты, там сервисы различные, магазины, продовольственные магазины, можно делать разбор товаров, какие-то там любые сервисные, штуки, там интернет-сервисы. Опять же, многие сейчас уходят там в IT, в SMM, продвижение. Также свою экспертность можно в этом направлении давать, чтобы вас потребляли и через это, понимая ценность, понимая там отсутствие времени, все-таки, сколько вы на это тратите, на самом деле, то, что это три кнопочки нажать, это будут уже заказывать и потреблять. Поэтому позиционирование ваше как человека, должно быть, как человек, который полезен вашей целевой аудитории, который может закрыть их потребности, боли, страхи и все вопросы, которые у них возникают по той тематике, в которой вы эксперт. Смотри, мы сейчас в основном, да, то есть весь наш диалог в основном ставили упор, грубо говоря, на тех, на то, ну, скажем, на развитие личного бренда, я так понимаю, больше в интернете. Существует же и, скажем так, и онлайн продажи, да, существуют оффлайн продажи. Вот, ну, скажем так, сами продажи это делится на два типа. Это прямые продажи, да, это когда мы принимаем непосредственно участие в продаже товаров или услуг. И есть продажи через интернет. И в интернете тоже там, да, вот есть вот как раз разделение на онлайн и оффлайн. И, в принципе, иногда даже прямые продажи тоже называют оффлайном, вот. Но по факту оффлайн есть еще такие вот такая терминология, как офферы, да. Вот они как раз-то и работают в режиме, когда вы доходитесь не на линии там, да, но человек без вашего воздействия прямого видит какую-то, например, встречает рекламу. Ну, например, вы видите визитку какую-нибудь, там написано закажи такси. Это есть оффер, который, грубо говоря, говорит человеку, ну, подсказывает, что сделать. То есть он как раз-то и совершает продажу. Вот. Вообще, расскажи, пожалуйста, по продвижению, да, для тех вот, ну, опять же, и про онлайн, да, то есть, в обыденном обеходим, там говорим, онлайн и оффлайн режиме. То есть какие есть специфики, особенно, наверное, для оффлайн сначала начнем, потому что есть разница, потому что тебе нужно как-то привлечь, понятно, что у тебя ходит какой-то определенный круг, но тебе нужны и дополнительные клиенты, потому что если ты не удовлетворяешь именно потребность клиента, именно чтобы у него именно было, не просто ты продал какую-то вещь, он купил и вроде все хорошо, а именно в состоянии удовлетворенности у него должно быть, это очень важно. И как все-таки привлекать вот клиентов и продвигать себя как личный бренд? Хороший вопрос, я сразу сделал ремарку о том, что продвигаться 100% нужно и в оффлайне, и в онлайне, это 100%, то есть нельзя чисто уходить в онлайн, да, нельзя этого делать, потому что эффективность будет резко снижаться. Чисто в оффлайн я уже в самом начале сказал, но это утопия, потому что если вас нет в онлайне, скоро вас нет совсем. Как продвигаться в оффлайне? Здесь опять же есть целая масса инструментов, вот у меня на этом теме есть прям здоровый четырехчасовой тренинг, постараюсь коротко выжимку. Сразу про тренинг, как его приобрести или что? Написать мне в личку либо в директ, в инсте, либо в личку в контакте, либо где-то в мессенджерах. А можно ссылочку там, если есть на него, да, там просто. Да, собственно, в конце эфира все оставим. Собственно, оффлайн позиционирование, да, как продвигаться в оффлайне. В зависимости, опять же, от вашего личного бренда, от той тематики, которую вы выбрали, в которой вы будете эксперты. Это различные массовые мероприятия, встречи, конференции, семинары, просто какие-то выставки тематические, куда вы приходите, подготовленные с онлайн-визиткой, с обычными бумажными визитками, возможно, и рассказывайте о себе. Выступайте как эксперт, как спикер. Вот, приходите, опять же, на подобные встречи, передачи. Они могут быть на телевидении традиционном, они могут быть вот на замечательном канале Бюро Дач ТВ. И показывайте свою экспертность. То, чтобы люди могли вас слышать, опять же, да, возвращаясь к оффлайне, когда вы выступаете на аудиторию, которая сидит перед вами в зале. Подготовив качественную речь, подготовив себя внешне, свою позу, мимику, жесты и так далее. Вот, это продвигает ваш личный бренд в оффлайне, когда вас узнают люди, они после выступления к вам подходят, вы им даете свои контакты, они, опять же, подписываются на вас в онлайн, тем самым вы расширяете свою онлайн-аудиторию. Это один момент. Выступления, к сожалению, не всем доступны, потому что люди, многие боятся публичных выступлений, многие не имеют возможности по каким-то сферам организовать себе такие выступления. Опять же, почему оффлайн с онлайн пересекается очень тесно, потому что, чтобы порой организовать какую-то оффлайн-встречу, вы хотите, допустим, как эксперт по гостиничному бизнесу организовать встречу отельеров, которым было бы интересно. Сейчас это максимально эффективно сделать через онлайн-каналы. Вы в онлайне даете рекламу, собираете оффлайн-встречу, где показываете, опять же, строить свой личный бренд, показывая свою экспертность. Следующий момент, тем, как бы публичные выступления либо пугают, либо не особо доступны, хотя если покопаться, каждый человек может либо сам организовать оффлайн-встречу, либо поприсутствовать и принять участие как эксперт, как спикер на уже организованных мероприятиях. Повторюсь, что сейчас выставки, семинары, форумы проходят по любым тематикам и любым направлениям, даже если этого нету, можно обратиться в комитете по поддержке малого бизнеса, в центры поддержки бизнеса в своих регионах, в Ленинградской области есть большой фонд поддержки предпринимательства, который устраивает встречи, семинары на все возможные, даже невозможные тематики, на которых вы также можете поприсутствовать. Кстати, не обязательно, как спикер, есть такая хитрая штука, можно прийти как участник и задавать грамотные, правильные, развернутые вопросы и тем самым вы покажете себя активным участником, покажете свою экспертность и после этого те люди, которые поймут, что вы задаете правильный вопрос, значит вы понимаете, о чем говорите, сами подойдут к вам и познакомятся. Вот так, в том числе, через участие в мероприятиях даже не как эксперта, вы можете показывать свою экспертность, ну или договориться с организаторами, чтобы вам давали возможность 5-7 минут презентовать себя либо возможность даже выступления. Опять же, это про публичные выступления, возвращаясь к, то есть продолжая оффлайн-тему, это могут быть необязательно публичные выступления, опять же, те же самые ярмарки, форумы, подобные там какие-то тренинговые программы, вы можете тет-а-тет общаться с людьми, то есть просто нужно иметь себе силу воли, возможность, желание и понимание, зачем вы это делаете, вот просто подходите, вот идет навстречу мне Михаилу, мы с ним еще не знакомы, просто там здравствуйте, меня зовут Денис, я эксперт в сфере инвестиций либо в сфере получения грантов и субсидий для развития малого и среднего бизнеса, чем вы занимаетесь, узнали, исходя из того, чем занимается оппонент, вы говорите, соответственно, о чем вы можете быть ему полезны, задав несколько вопросов, вот еще в такой среде, опять же, познакомившись с одним, вот у меня есть тоже хороший кейс, когда в экспо-форуме был форум по, сейчас скажу правильно, по развитию сельских территорий, различные там сельскохозяйственные промышленности и так далее, я познакомился, просто случайно так же шел, встречал человека у одного стенда, с которым заговорил, мы познакомились, я ему рассказал о том, что есть опыт получения грантов на развитие сельхозтемы, там до 3 миллионов рублей просто безвозвратного гранта на развитие сельского хозяйства, собственно, дела, да, фермерского хозяйства и то, что там вообще можно получить до 70 миллионов рублей на развитие всего этого, он заинтересовался, порекомендовал меня одному, второму, третьему и благодаря просто одному контакту, которым я реально показал свою экспертность, у меня в итоге получилось там более 15 клиентов, просто, которому он обо мне рассказывал. Это у кого, извините. Я могу… Техника. Да, я там потом ремарочку вставлю, что за звонок и почему он сюда пришел. Интересно. Вот, продолжаю тему, то есть подобное оффлайн-продвижение тоже максимально результативно, даже пароль более результативно, нежели выступление на большую аудиторию, потому что, когда вы общаетесь с человеком, вы выстраиваете гораздо более тесный контакт и даете более точечную полезность. Почему я за разбор конкретных кейсов, даже когда вот последний год веду очень активно онлайн различные семинары по различным темам, я стараюсь всегда выбрать из участников какого-то одного человека, узнать подробнее его ситуацию и на конкретном примере, то есть дать 90% результата этому человеку сразу в онлайне, в разборе и показать на этом примере остальным, как это работает, потому что конкретные кейсы максимально дают результат при построении личного бренда, то есть когда вы работаете над болями, страхами конкретного человека, поэтому в ТТТ это общение тоже работает, возвращаясь, даже если это не форумы, семинары, если у вас нет возможности там их посещать, если вы там постоянно в работе, сами на себя, то это ваши клиенты, это те люди, которые заходят к вам в магазин, в вашу сервисную мастерскую, те люди, которые по телефону к вам обращаются, вы должны им не просто продавать, не просто ответить на их вопрос, а докопаться до сути, до истины и максимально показать свою экспертность, то есть сделать больше, чем ожидает клиент, то есть допустим вот пришел клиент в салон цветов, ему нужен букет, он, вы эксперт в этом, а он просто потребитель, который никогда не углублялся, он начинает выбирать букет, если вы ему зададите просто несколько наводящих вопросов, по какому поводу букет, для кого, какие предпочтения, хотите ли, чтобы он там долго простоял, либо это просто там разовая акция, и исходя из этого дадите экспертное предложение, поверьте мне, этот клиент к вам еще не раз вернется и будет вас рекомендовать, потому что вы не просто продали ему цветы, вы оказали ему сервис и показали свою экспертность, и вот это и формирует личный бренд в оффлайне, я могу долго про это рассказать. Ну вообще еще личный бренд помогает скажем так человеку приобрести определенный статус в обществе, потому что когда вы что-то вещаете на какой-то целевой аудитории, опять же, вы подтверждаете это чем-то своими делами, потому что статус бывает всего двух типов, это приобретенный и приписываемый, приобретенный это то, что мы своими руками скажем так, добились, а приписываемый это когда, например, вы родились в богатой семье, или вы родились в семье известного человека, то таким вот образом на вас, скажем так, вам прилипает статус от этого человека, поэтому это очень важно, тогда вы сможете, знаете, перетягивать на свою сторону людей за счет вашего статуса, потому что вам просто начинают больше доверять. Что за звонок телефонный, ну, для тех, кто занимается бизнесом, могу немножко прокомментировать, это IP-телефония, замечательная штука, на самом деле очень хорошо помогает для тех, кто занимается бизнесом, вы можете, если у вас есть несколько, ну, то есть количество менеджеров по продажам, вы можете прослушать их разговоры, а также написать либо скрипт, ну, я не сторонник того, чтобы писать скрипт для исполнителя, объясню почему, я считаю, что это немножко, ну, это действенная штука, да, написать скрипт для исполнителя, но это носит немножко заблуждающий такой характер, связанный с тем, что ваш исполнитель должен все-таки уметь принимать определенные решения, потому что вы не можете в скрипте описать вообще всю схему разбора полетов, да, то есть, поэтому, когда вы даете человеку проанализировать, что он говорит, вы должны его просто научить, немножко направить, а дальше он должен сам принимать самостоятельные решения, то есть, написание скриптов это очень такой тонкий момент, с одной стороны он работает, но с другой стороны ломается тогда, когда вот звонят люди, и чтобы вы понимали, вот сейчас ты, наверное, тоже это заметил, как сейчас топят компании, точнее, даже сотрудники этих компаний, их бренд, и связано это с тем, что, может быть, я не знаю, это заметил, очень много просто посторонних звонков идет к тебе на телефон, и я так говорю, вот я слушаю, если мне что-то неправильно говорят, я говорю, знаешь, такую очень интересную фразу, вы знаете, у вас было одно право на звонок мне, то есть, вы его совершили, то есть, мне ничего не надо, спасибо, и я блокирую этого человека, то есть, вот на этом заканчивается у нас разговор, но, подходя к нашей теме, почему важен личный бренд, во-первых, это ваша экспертность, это ваше позиционирование в глазах потребителей, и, соответственно, ваш определенный статус, поэтому, очень внимательно относитесь к тому, что вы позиционируете, как воспринимает вас, даже будучи не ваши клиенты, как воспринимает вас посторонние линии, это очень важно. Так, мы про оффлайн поговорили, сейчас мы будем говорить про онлайн. Да, онлайн, как вы понимаете, еще более обширный, еще более масштабный, масштабное поле для развития личного бренда в современных тенденциях, поэтому, я, наверное, коротко пробегусь про соцсети, чтобы наш эфир не превратился в восьмичасовой эфир, потому что там, опять же, тренинг по онлайн, продвижению, у меня группа экспертов состоит из восьми часов минимум. Ты часами все меряешь. Я понял. Время – день. Да. Вот. Соответственно, какие инструменты для продвижения себя в онлайне? Это социальные сети. Это социальные сети. Начнем мы по порядку, я коротко прокомментирую по каждой социальной сети. То, с чего все начиналось, это ВКонтакте. ВКонтакте и Одноклассники. Это примерно соцсети, появившиеся в одно время. Что сейчас есть у них на сегодняшний день? Как многие предприниматели говорят, там уже нет денег, там маленькие средние чеки. Это действительно так, но, опять же, все имеет свои нюансы, но в общей массе это так. Но о них тоже не стоит забывать, потому что в них осталась определенная аудитория. То есть, условно, молодежь, прогрессивный средний возраст, да, ушли в другие социальные сети, в Инстаграм, в ТикТок, сейчас вот там Клабхаус набирает обороты, да, там мессенджеры и так далее. Но и в Одноклассниках, и ВКонтакте осталась аудитория, ее осталось достаточно много, которая до сих пор смотрит новостную ленту, которая до сих пор смотрит ваши страницы, ваши выходящие посты и так далее. И с ней нужно работать. То есть, развивать в основном нужно другую соцсеть, мы сейчас об этом поговорим, но ни в коем случае не оставлять, если у вас хороший пул уже подписчиков, хорошая созданная страница в Одноклассниках либо ВКонтакте, это нужно продолжать делать как поддержание информационной повестки с теми людьми, которые у вас уже там наработаны. Потому что, как правило, те, кто сейчас задумывается о личном бренде, они уже на подсознательном уровне ввели свои страницы, свои группы в этих социальных сетях, их не нужно бросать. Сейчас многие просто говорят о том, что все, забудьте о ВКонтакте, об Одноклассниках, только Инстаграм, либо только ТикТок. Нет, это нужно вести 100%, потому что ваша аудитория там есть, и она будет с вами, ее можно потихоньку переключать на вашу основную соцсеть, которую вы выберете, сейчас я дальше расскажу, но эти ни в коем образом не оставлять. Туда можно для простоты просто дублировать информацию, которую вы размещаете, допустим, в Инстаграме. Немного модифицируется фотографию, тот же текст, смотрите, чтобы ссылки там бились хорошо, да, потому что не всегда качественно переносится. Все, в принципе, это занимает гораздо, там, в десятки раз меньше времени, нежели ее вести отдельно, просто дублированной информацией, но продолжаем. Далее, следующая соцсеть, которая к нам пришла, это, ну, то есть, в Инстаграме можно продавать, можно собирать аудиторию, растить охват и продолжать продавать. Следующая соцсеть, это Facebook. Facebook, она, в отличие от всех остальных, уникальна тем, что там не выстраиваются, как правило, продажи, там выстраивается личный бренд с точки зрения нетворкинга, то есть, в Facebook есть много интересных, гораздо больше интересных, успешных, добившихся хороших результатов людей, то есть, нету пласта, как правило, простых обувателей, ну, его гораздо меньше, там эффективно можно выстраивать нетворкинг, то есть, там туда можно закидывать меньше информации с большей экспертностью, вступать в какие-то экспертные группы, которые вам интересны и оттуда находить новые контакты, новые контакты, с которыми либо выстраивать коллаборации, ну, то есть, это сеть по большей степени, которую стоит развивать с точки зрения развития своих контактов, своих бизнес-партнерских контактов и каких-то совместных проектов, что касается Facebook, что касается дальнейшей, следующей сети, которая к нам пришла, это Instagram, Instagram на сегодняшний день, как говорят многие эксперты, я придерживаюсь тоже этой точки зрения, она скорее всего, вот, мы знаем, что все развивается у нас по синусоиде, вот Instagram сейчас верхняя точка плюс-минус уже пошла на снижение, поэтому еще можно вкладываться в инсту, но это ВКонтакте, чтобы собирать сейчас аудиторию, как правило, это можно делать только за деньги, либо там блогерам платить, либо, соответственно, таргетированную рекламу заказывать, ну, все, что угодно, там посты хорошие и так далее, но это какие-то такие более-менее приемлемые деньги. Instagram сейчас, чтобы раскрутить, нормально раскрутить с хорошей живой аудиторией, это большие деньги, поэтому в Instagram позиционироваться надо, нужно просто искать инструменты привлечения туда аудитории, можно платить, но лучше привлекать ее через другие каналы, мы чуть далее поговорим об этом. В Instagram можно продавать и нужно продавать, в Instagram можно и нужно формировать свою целевую аудиторию, чтобы они были у вас в подписчиках, потому что в ленте вы будете чаще им выскакивать, делать качественные сторис, которые позиционируют вас опять же как эксперта, делать хорошие посты с качественными фотографиями, с качественным контентом, которые будут давать именно полезность вашим подписчикам, то есть они будут получать ту информацию, которая им нужна по вашей узкоспециализированной направленности. Мы его качаем, но не забываем, что нам нужно всегда думать о том, через что мы его качаем, то есть по сути сейчас инстаграм должен стать как раньше контакт презентационной страницей вашей, где основная информация, основная полезность, но вот как его расширять, его охват, сейчас дальше расскажу. Следующее, что к нам пришло после инстаграма, это мессенджеры. Вайбер, ватсап, телеграм, то, что из основных. На мой взгляд, вайбер умер, практически, ватсап, вот мне за последние три дня пять человек сказали, что это мессенджер для пенсионеров, не знаю, почему они так считают, я не хочу себя считать пенсионером, но мне он пока нравится. Ну, он связан с чем мессенджер, так почему называют, потому что он очень плохо развивается, это раз, во-вторых, у него достаточно слабый движок. И это основная проблема, именно движок. Телеграм, это переработанная, то есть, мессенджер, то есть, с пониманием всех ошибок, и поэтому постоянно развивается. Телеграм вообще еще ничего не открыл с точки зрения, ну, то, что, если говорить о бизнес-аккаунте, который есть ватсапе, я, кстати, очень пользуюсь, всем просто рекомендую, вот. А в Телеграме этого еще пока нету, но я так понимаю, это что-то готовится, поэтому там сначала все продумают, сначала, ну, то есть, продумают, потом уже все это выпустят. Да, вот, возвращаясь к мессенджерам, соответственно, ватсап и Телеграм. И это те инструменты, которые на сегодняшний день работают, если мы говорим о соцсети развития, то мессенджеры сейчас на уровне, вот, где-то середины роста, то есть, это то, куда нужно вкладываться, где, вот, опять же, рекомендации Телеграм-канал. Чет-боты могут великолепно совершать вот эти продажи. Все, да. Имитировать онлайн, опять же, вот, мы про онлайн-то и говорим сейчас. Да, соответственно, максимально сейчас позиционировать свой личный бренд в онлайн, если немного отойти от соцсетей, нужно стараться максимально, вот, о чем сказал Михаил, автоматизировать этот процесс, то есть, в Телеграме это чат-боты, реальные, которые парсят вашу аудиторию, которые с ней сами общаются, которые подогревают интерес определенным образом, выявляют потребности, закрывают их, чуть ли не доводят, прям до сделки, некоторые прям до сделки доводят, то есть, формирование собственного Телеграм-канала с вашей экспертностью, то есть, это может быть два инструмента на самом деле, это Телеграм-канал, в котором можете писать только вы, с всеми участниками-читателями, и второй, некая болталка, где еще ваша аудитория может между собой общаться, вот, на мой взгляд, максимально эффективно работает такая структура, то есть, чтобы ваша экспертность не терялась, и люди реально вас читали, понимали, проникались к вам, и дальше могли задавать уже вопросы в личку, либо обсудить с аудиторией, которая также заинтересована уже в некой болталке, тем самым вы будете коммуницировать в обе стороны, с той аудиторией, с живой аудиторией, с конкретными людьми, которыми можно позвонить любой момент, там, в том же Телеграме либо по телефону, написать и так далее, это очень важный момент, двусторонняя коммуникация, и они имеют возможность с вами пообщаться, и вы имеете возможность пообщаться в обратную сторону, вот, через Телеграм-канал мы также имеем возможность скачать свой Инстаграм, то есть это вот один из инструментов, через который мы в Телеграме можем через чат-боты, через сервисы платные, бесплатные, через другие каналы, опять же, болталки в Телеграме, собрать свою аудиторию и перенаправить ее на презентационную страницу в Инстаграме, где у вас красиво все оформлено, посты, картинки, фото, видео и так далее, но и можно продавать в самом Телеграме и продавать себя как бренд. Это что касается мессенджеров. Двигаемся дальше, мир не стоит на месте, развивается, следующая соцсеть, которая к нам пришла, это ТикТок. На мой взгляд, мне недавно показали это, доказали и убедили, и вот сейчас мы готовимся к запуску моего ТикТок-канала, мы создали сейчас такой сервис по развитию ТикТок-направления, который вот у нас есть кейс одного из клиентов, за два дня это 13 тысяч подписчиков, первые наши ролики больше 2-3 миллионов просмотров набирают. И мы сначала проработали, у нас есть хорошая команда, которая, собственно, развивает это все в ТикТоке, и основное, зачем нужен ТикТок, многие считают это некая развлекательная соцсеть, где там просто посмотреть, посмеяться, абсолютно нет, ТикТок уже давно это перерос, это стало коммерческой хорошей сетью, где люди также показывают свою экспертность, там те же распаковки, там те же интересные лайфхаки, там уже туда пришла политическая составляющая и так далее, то есть там нужно развиваться, в отличие от всех остальных, там очень четко прописаны алгоритмы, и чтобы там эффективно развиваться, это можно делать, во-первых, абсолютно бесплатно, вот, я говорю, мы раскрутили аккаунт, то есть запустили мы его 14 февраля, чтобы было понимание, 15 февраля у нас было 13 тысяч подписчиков, на сегодняшний день, на сегодняшний день не знаю, не смотрел, но вчерашний день это уже 24 подписчиков, 24 тысячи подписчиков, из них, ну, то есть 9 роликов на вчера было загружено, из них 3 ролика больше миллиона просмотров, вот, и это работает, и это может сделать каждый, пропозиционировать себя, ну, просто вы понимаете цифры охвата, это в отличие от контакта инстаграма, ну, в сотни раз больше охват сразу, и оттуда мы закрываем на инстаграм, то есть это вот тот канал, который сейчас максимально эффективно, бесплатно, уже с подогретой аудиторией, может генерить вам аудиторию, охват вашего инстаграма, классный способ, мне вот прям очень понравился. Небольшой такой комментарий по поводу социальных сетей, одна из таких вот социальных сетей, которая вот, я хочу сказать, что все-таки она развивается, и идет, ну, тоже в правильном направлении, хоть, ну, это контакт, хоть от нее уходят люди, но у нее есть сейчас самое главное, по идее, они это должны были сделать раньше, у них есть возможность совершать, ну, то есть, эти онлайн-продажи, то есть, проводить платежи, таким образом, то есть, вот даже вот, мы сейчас ведем, да, то есть, это просто запись, а если будет трансляция, то прямо и через контакт можно донатить, например, задавать какие-то платные вопросы, плюс можно действительно продавать какие-то товары, либо услуги, тоже принимать деньги от покупателей, то, например, в инстаграме это нельзя сделать, сколько я помню, да, то есть, нужно уводить на какой-то дополнительный сервис, то есть, суть-то сводится к чему, что потребитель не очень хочет куда-то переходить, его начинают отерзать смутные сомнения, как говорится, поэтому залог успешных сделок, это все-таки, когда человек не перекидывает свой фокус внимания, потому что любое перебрасывание на другую площадку, влечет к тому, что человек начинает фокусироваться, да, и узнавать, что это такая за площадка, можно ли ей доверять, и переводить через нее денежные сигналы, вот это как вот телефон позвонил, да, и я вот переключился, вот примерно вот такая же ситуация, когда люди читают то, что вы предлагаете, да, и хотят уже купить, вот такой маленький звонок, может все испортить, любую продажу, поэтому контакт в этом деле, конечно, все-таки развивается. Так, вот это у меня не хочет открываться. Я пока тогда продолжу про социальные сети, вот помимо ТикТока, и, соответственно, вот нашего ТикТок-агентства, о котором я говорил, которое помогает в развитии, уже можно двигаться дальше, то есть вот про продажи непосредственно… Клоп-холл ты сейчас можешь сказать. Я пока хочу про ТикТок, закончить как раз, из него же тоже можно сразу продавать, то есть тот текст, который вы можете там написать в подписи под своем видео, уже туда можно, ну, пока, к сожалению, никак в контакте сразу продажи, но прямую ссылку сделать на ваш ресурс, через который, на ваш лендинг, там через который можно все это продать. Вот. И дальше, да, абсолютно верно. Та сеть, которая сейчас появилась, это Клоп-хаус. Это, знаешь, это как эти… не зуммер, или как это называют-то. Просто современное молодое поколение узнало, что существует радио. Ну, это так про Клоп-хаус. Шутка такая ходит. То есть, радио-то уже больше ста лет открыто. Ну, то есть, вообще эффект, не эффект, а это свойство радиоволн. Вот. молодое поколение сейчас только-только открыло новое радио, да, поэтому, ну, пускай порадуются, поразвлекаются. Да, это тоже, кстати, действительно новая социальная сеть. Что про нее говорят, вот, то, что я вот собрал, да, то есть, тоже высказал свое мнение. Ну, говорят о том, что это такая, типа, как игрушка, поиграет, поиграют, и потом, как бы, обратно все переспределятся по своим социальным сетям, потому что, я так понимаю, там идут какие-то радиоэфиры, то есть, радио, какие-то комнаты, условно говоря, да, где каждый может выступить как спикер и что-то обсудить. Это достаточно, опять же, зажатая такая, ну, в смысле, с точки зрения распространения именно клубного участия, да, специально это делается, чтобы туда попали, грубо говоря, достойные, те, кого можно порекомендовать. Вот, это как бы, вот, является этой концепцией, почему идет этот ажиотаж. Вот, что ты можешь вообще сказать о этой сети? Ну, во-первых, я как рьяный, не то что, ну, наверное, лучше сказать про сторонников, рьяный сторонник андроида, ничего не могу сказать как пользователь клубхауса, потому что нам это пока не доступно. Да, ладно, все равно что ли? Да, клубхаус только для айфонов. С чем это связано? Ну, это, американская же. Ну, это и там, не, подожди, Apple и Google, это две американские, ну, уже Alphabet там, наверное, как это называется сейчас, Google там, вот это две американские компании. А с чем связано вот это? Ну, я думаю, это связано пока с техническим моментом написания, просто разработчики написали это только пока под iOS, соответственно, под Android еще, ну, в ближайшее время оптимизируют, скорее всего. Но это первый момент. Второй момент, абсолютно соглашусь с тем, что сейчас люди побалуются, попробуют. Опять же, почему стрельнул Клабхаус из-за личного бренда? Илон Маск. Да, все, вот как бы вам в тематику нашего сегодняшней встречи, как работает личный бренд. Илон Маск вошел, создал комнату, провел там первую беседу, и там с тысячи подписчиков они стрельнули до миллиона. Была недавняя новость, что он пригласил Владимира Путина для того, чтобы принял часть. Да, не знаю, чем там закончилось. Ответ был Москвы о том, что предложение интересное, мы подумаем. Подожди, понимаешь, Владимир Владимирович, ему вообще, как бы, чтобы ты понимал, приносят распечатки из каких-то сюжетов, понимаешь, поэтому умеет ли он вообще пользоваться, как ты думаешь? Сам техникой? Да. Я думаю, умеет. Умеет? Ну, смартфоном должен быть, мне кажется. Понятно. ну, ладно. Да, тут вот Дима подсказывает, спрашивает вообще по типу продаж. Давай, закончим про Clubhouse еще, да, и типу продаж. Вот, собственно, это та соцсеть, которая сейчас на хайпе, и которая имеет свою ценность благодаря тому, что туда просто так не попасть, только через инвойсы, и так далее. Это и есть определенная фишка, которая, ну, помогает, в том числе, в хайповом развитии. Но насколько это долгосрочный проект, ну, вот у меня лично сомнения, потому что все-таки 80% людей визуалы, и только быть слушателем без возможности, может быть, пока, но в целом ее сейчас нет, записи даже этого. То есть, условно, ты попал в какую-то комнату, тебе интересно, но параллельно есть еще куча, присутствовать ты можешь только в одной, это постоянные переключения, это тебе надо слушать, тебе нет возможности отложить это прослушивание, да, если, допустим, вот, мне очень понравился разговор в Клабхаусе с Олегом Тиньковым, очень классное интервью. А ты где, как его слушал вообще? Вот, да, и эта фишка в том, что ребята, которые его проводили, они параллельно, вот так же через микрофон, писали его, просто, да, снимали звук с ресурса. У нас вообще легко это. Вот, ну и собственно, а сама соцсеть Клабхаус не дает такой возможности, вот, и благодаря тому, что люди подсветились, записали интервью, да, оно сейчас есть в общем доступе на Ютубе, набрало уже достаточно много просмотров, интересное действительно интервью, но вот как долго этот хайп продлится, у меня большой вопрос, но опять же, так как мы в современном мире очень динамично развивающемся и говорим про личный бренд, который должен выстрелить единомоментно и потом просто набирать обороты в идеале. Сейчас надо войти в Клабхаус, собрать свою аудиторию и оттуда ее перевести, опять же там, в Инстаграм, да, допустим, пока мы берем базовую площадку Инстаграм, перевести ее оттуда в Инстаграм, либо опять же в ВКонтакт, потому что действительно ВКонтакт сейчас, он уже перерос в социальную сеть, они становятся там вот этим… Сервисом, все во всем. Пространством, да, как Яндекс, как Сбер, вот они, и также ВКонтакте тоже формируют свое вот это, пространство с различными сервисами. Поэтому в Клабхаус, на мой взгляд, надо заходить, надо хантить аудиторию и переводить ее на ту соцсеть, которая стабильно уже растет, выросла и в которой есть инструменты. Все. Надо пользоваться всеми инструментами, этим в том числе. Ты знаешь, вот по поводу социальных сетей, ну вот у меня телефон iPhone, вот, и по поводу, ну того, ну вообще считая, по поводу того, какими приложениями, да, или, то есть, какой образ жизни я веду, то есть, сколько я провожу времени в социальных сетях, там, сколько я, например, не знаю, какими-то рабочими там приложениями пользуюсь, да, то есть, сколько даже бегаю, то есть, где у меня, ну, то есть, когда у меня там сон проходит, вот здесь, вот эта информация, она действительно полезна в плане того, ну понимание поединческой, скажем так, карточки лично, вот как меня, вот, и очень много вообще нюансов идет, да, и почему связано с Apple, там, да, вот на Clubhouse это дается, разрешение, да, но другие, скажем так, платформы это не дается, связано, наверное, это с тем, что компания Google, очень много собирает данных, и также компания Facebook, и вот в ближайшее время, сейчас уже готовится, я так понимаю, в следующем году планируется обновление, хоть оно и есть, я так понимаю, уже начинает Apple, скажем так, опробовать, ну, опробовать вот этот режим, когда человек может полностью заблокировать передачу каких-то данных другим социальным сетям, чтобы как можно меньше собирали у вас информацию, то есть, грубо говоря, сейчас встает вопрос именно о цифровой, скажем так, гигиене, там, защите персональных данных, потому что ваши персональные данные могут использовать, сейчас, если посмотреть, вот, вроде бы, казалось бы прикол, особенно в ТикТоке, там, вешают маску, там, какого-нибудь известного человека, да, и просто говорят, то есть, сейчас сделать подлог не составляет большого труда, поэтому тоже очень внимательно нужно относиться, вот, и очень такой вот важный момент, это верификация, вот, о ней тоже можно сейчас поговорить, потому что не все это знают, что это такое верификация, это когда вы пишете письмо в социальную сеть, то есть, руководство социальной сети, о том, чтобы вы, это вы, подтвердить, скажем так, вашу идентичность именно в социальных сетях, сейчас это очень важно, и этим тоже нужно заботиться, чтобы вашим именем не могли воспользоваться другие. Да, тут вот этот тонкий момент, ну, тонких моментов, на самом деле, сейчас все больше и больше, потому что, действительно, открытость информации колоссальная, за нами следят буквально каждый шаг, вопрос к тому, конечно, как к этому относиться, вот, опять же, из тематики личного бренда, я бы хотел сказать об отношении, относитесь к этому максимально свободно, то есть, в мир практически тотальной открытости, вы должны выстраивать свою модель поведения, свое взаимоотношение с различными людьми так, как будто у вас там 24 на 70 скрывает скрытая камера, на самом деле, так и есть. Вот, опять же, есть одна история о том, что, когда мой друг и партнер просто ехал в машине, один вслух ничего не произносил, подумал о том, что нужно заехать в салон сотовой связи, соответственно, припарковался, открыл смартфон, и первый реклам, которому вылезло, ближайшие салоны сотовой связи, то есть, он просто об этом подумал, насколько нативные сейчас вот эти инструменты социальных сетей, насколько они понимают, да, вот эта громкая история, которую, наверное, все слышали о том, что Google узнал на неделю раньше о том, что девушка беременна, чем узнал она сама и ее врачи, и начал уже ей показывать рекламу детских товаров и так далее. Насколько эти социальные сети сейчас проникли к нам, и возвращаясь к верификации, соответственно, мы говорим о том, что действительно это необходимая идентификация наша как личности, потому что вот у меня был личный кейс, когда у меня была своя основная страница ВКонтакте, была резервная, которую я не помню, как-то там создал и забыл, и потом люди начали, я как бы веду тренинги, даю свой контакт, они меня находят, и я понимаю, ну, как бы там начинают писать, и потом мне звонят, говорят, ты на мне отвечаешь, и я выяснил о том, что есть третья страница полностью там понячев Денис, мои фотографии, какие-то там посты мои последние тоже сделаны, но это абсолютно не я делал, то есть эта страница не моя, ведется как моя, и она живая и так далее, то есть вот это важный момент, да, особенно когда вы уже на высоком уровне построения личного бренда, так, чтобы у вас не появлялось неких дублеров, которые будут за вас еще собирать вашу аудиторию, да, и переключать, тоже возвращаясь к этому моменту, очень такой интересный факт, как, отступая, наверное, от темы интернета, как появилась автоматическая АТС телефонная, ее изобрел человек, владелец булочной, когда, как бы, звонки должны были идти ему, а на коммутаторе, вот как раньше переключали звонки, сидела девушка, муж которой тоже занимался выпечкой, она вместо того, чтобы переключать на булочную, переключала на мужа, тем самым булочник терял своих клиентов, и он изобрел автоматическую АТС, вот, соответственно, есть проблема, есть решение, да, соответственно, в современном мире нужно абсолютно так же делать, соответственно, кто создает ваши подложные аккаунты, он это делает для того, чтобы схантить вашу аудиторию, вы должны этому противодействовать, да, вот, путем верификации, чтобы там вы были, в топе вы ползали, да, кстати, по этому поводу есть масса таких даже, смешных ситуаций, депутат Государственной Думы, вроде бы, или нет, может, не государственный, не знаю, в общем, какой-то депутат, написал, что, такую информацию, что он случайно попал в чат Телеграм, где, в смысле, занимаются распространением наркотиков, ну, это как раз, забить сейчас в Ютубе, там, Сергей Минаев, как раз вот он рассказывает, каким образом тот попал, то есть, он, может быть, где-то искал, забивал там это, какие-то в поисковике, и вот каким-то образом, он типа с рекламы туда попал, то есть, вот именно в какой-то чат, вот, представляете, вот такие вот смешные, казусные ситуации могут происходить, а потом к вам придут и зададут другие люди вопросы, поэтому очень внимательно относитесь именно к цифровой гигиене, все ваши следы, они записываются, поэтому это может привести к каким-то другим последствиям, вот как здесь быть, ну, в принципе, наверное, не переходить по каким-то ссылкам, к которым вы действительно сомневаетесь, и не производить просто какие-то оплаты, если говорить еще о платежной гигиене, то у вас должна быть присутствовать виртуальная какая-то-нибудь карта, в которую вы на нее переводите деньги только тогда, когда вы совершаете, ну, вот одномоментную какую-то покупку, вот, да, это мы про триггеры поговорили, которые, в принципе, считывают, и чтобы было понятно, да, я все за то, что вот говорил про IP-телефонию, технологии сейчас ушли далеко, они распознают вашу речь, они ее анализируют, они находят слова-паразиты, то есть определяют уверены вы, не уверены, и потом вы уже можете просто проанализировать, вот таким вот образом система действительно потом показывает, что еще ребенок не родился, да, уже пора коляску покупать, то есть вот это, да, вот таким вот образом все и работает, то есть ваш микрофон, по факту, он всегда включен, что вы сделаете, зная о том, что у вас включен микрофон, ну, вы можете, как бы, заморачиваться по этому поводу, да, и строить какие-то козни, что у вас хотят поработить, и, в общем, чипировать, и все такое прочее, можете с этой мыслью смириться, и просто жить, вот. Лучше второе. Да, второе, да, не мучить себя, ты знаешь, вот сразу же, здесь, наверное, можно немножко проговорить про экзотерику, да, потому что сейчас очень много людей туда уходит, с чем вообще этот связан тренд, почему люди, вот вообще, как бы, ну, для меня личное определение, да, это, у людей есть какая-то неопределенность, именно, ну, вообще идет разрыв с реальностью, то есть, есть просто, ну, грубо говоря, вещи, которые должны быть совершенно по-другому, вот, у нас просто такая политика достаточно серьезная, да, и в России очень идет такой серьезный пресс именно на эзотерику, с чем это связано, потому что она как раз распространяется через социальные сети, как раз вот люди формируют определенный личный бренд и используют это, скажем так, своих корыстных целей, потому что, ну, те, кто не знает, это все, что относится к эзотерикой, это называется вообще псевдонаука, то есть, туда входит очень большое, просто рекомендую всем посмотреть и изучить, что такое эзотерика. Ну, у меня тут абсолютно четкое свое сформировавшееся мнение, мы вот в один трип с партнером Кладо ездили, слушали замечательную книгу «Краткая история будущего», вот прям всем советую, для формирования полного, там, завершения формирования своего мира ощущения, там, начиная все с доисторических времен до современного мира, объясняется, почему происходили те или иные события, в том числе затрагивается, там, вот, эзотерический, религиозный фактор. Вот, отвечая на твой вопрос, почему люди туда пошли, потому что людям всегда нужно на кого-то переложить ответственность, то есть, люди не готовы в 99% случаев принимать решения, вот, им нужно на кого-то, на что-то переложить эту ответственность, то есть, сначала у нас это было язычество, да, когда мы богом Олимпа, там, поклонялись и так далее, потом к нам пришло православие, вот эту ответственность мы переложили на РПЦ, вот, сейчас религиозная зависимость уменьшается, да, меньше становится приверженцев, и люди тоже начинают делиться на две таких категории, кто-то идет в эзотерику, то есть, по сути, мы к язычеству возвращаемся, а кто-то идет, соответственно, перекладывает эту ответственность на коучей, кто-то на социальные сети, опять же, там, Инстаграм, Ютуб, каналы, где подчерпывают информацию, где за них решают, где им говорят, что делать, то есть, вот это колоссальное разделение, опять же, повторюсь, в книге кратко. Просто я к чему, что вот эзотерика, кто занимается вот этими вообще псевдонауками, то есть, они как раз вот и раскачивают очень, причем достаточно очень эффективно. Потому что они как раз удовлетворяют ту боль, которую... Они говорят именно то, что хотят люди услышать. Да, они помогают снять с них вот ту ответственность, то есть, это происходит не потому, что ты плохой, а потому, что так карты сложились. Вот, и человек думает, ну, хорошо, это же карты, значит, в следующий раз, возможно, лягут по-другому, либо там какой-то выбор, зачем обычно обращаются, нужно решить какую-то задачу, там, какой-то выбор, не знаю, там, быть с мужчиной или не быть с мужчиной, да, там девушка приходит, там, гадает на сужину, вот, ей само этот выбор не сделать, она не хочет брать на себя эту ответственность, вот, обращается к якобы каким-то силам, вот, оттуда тонкие, как правило, это психологи, либо люди, которые могут задать правильные вопросы, уже получить все ответы, и потом представить этот ответ как собственный. Ну, все, вот, как только люди поймут это, ну, опять же, это очень сложный процесс, как в мире, есть там, 100% людей, там, только 2-3% могут быть предпринимателями, по сути, предприниматели, это люди, которые готовы отвечать за себя, за свой бизнес, за свой персонал и так далее, то есть, готовы брать на себя ответственность, вот, ну, причем не все предприниматели, потому что много очень индивидуальных, которые работают сами на себя, ну, по сути, там, отвечают за себя, за свою семью. То же самое и в этом плане, да, так как люди там в 98% не готовы брать ответственность, Поэтому им нужен какой-то инструмент. Вот этот инструмент. Также и про личный бренд. Я вот сейчас закончу в этом контексте о том, что пока вы не научитесь понимать, что вы сами отвечаете за свою жизнь, за свое позиционирование, за тех людей, которым вы даете свою экспертность. То есть многие сомневаются, правильно ли я говорю, действительно ли это так. Пока вы в этом сомневаетесь, вы не сможете выстроить свой личный бренд. Потому что это не доверие, не вера в себя, чувствуется даже через интернет. И вы, соответственно, не можете двигаться дальше, пока не поверите сами в себя. И не возьмете ответственность за свои поступки, за свои слова, за свои посты на себя непосредственно. И не будете делать отказ. Тут видишь, вопрос в том, что как научиться брать ответственность за себя. Ну, самый, наверное, такой вот простой вариант, если два предложения, как говорится, уложить. То в поиске истины, конечно, нужно выискивать причины. Причины, приводящие к, скажем так, каким-то результатам. А не бороться со следствием. То есть любая эзотерика – это борьба со следствием. То есть у тебя есть какой-то определенный выбор, и тебе даже подсказывают, что у тебя существует выбор. Но, понимаете, чтобы вы потерялись, еще раз говорю, возвращаясь к причине, если вы ищете причину, это некий третий вид, то есть выбора, взгляд на окружающую вас действительность. Потому что вам могут подменить, дать вам два выбора, и вы будете между этими выборами просто прыгать и скакать. Какой лучше выбрать? И оценивать, опять же. Выбор без выбора. Да, выбор без выбора. Поэтому причина – это такой вот ваш… Поиск причин – это ваш такой серьезный инструмент в плане поиска истины. Ну что, Денис, я думаю, что можно подвести какой-то итог. Я тут увидел, сколько времени, понял, что мы практически два часа в эфире. Да, на час уже переходим. Больше за час, да, ушли. Вот. В итоге давай подведем итог, для чего нужен бренд, и почему его нужно развивать. Ну а для предпринимателей я… Пару слов, как говорится, от себя. У нас в России сложилось такое мнение, что предприниматели – это жулики и воры. У нас даже об этом говорит президент. Он говорит не то, что он выражает именно свое мнение. Вообще, чтобы было понятно, президент говорит только то, что вы хотите услышать. Это вот очень важный момент. То есть для этого специально пишется определенный текст, подбираются определенные слова. Но я обращаюсь именно к предпринимателям. Вот ваша задача – заниматься пиаром полноценным. То есть один из способов формировать свой личный бренд. За счет этого вы формируете свой статус именно в обществе. Его распространяете. И сила воздействия ваш… Ваша сила воздействия на окружающих намного выше. И за счет этого маленькими такими действиями можно сформировать здоровое, здравое гражданское общество. Ну а теперь твое завершение. В продолжении слов и обращения к предпринимателям, хочется сказать, дорогие предприниматели, личный бренд сейчас действительно максимально важен для дальнейшего развития бизнеса. То есть если вы хотите, чтобы у вас бизнес не просто существовал, и приносил какой-то определенный доход, который у вас сейчас есть, и с потенциальным пониманием, что дальше он не будет расти, а будет только снижаться, а вы хотите, чтобы бизнес рос, хотя бы рос в рамках определенной x3 конфляции, чтобы вы могли зарабатывать. А в идеале вы хотите, чтобы ваш бизнес рос кратно, там x3, x4 в год. Соответственно, нужно строить личный бренд. Нужно создавать и формировать свою аудиторию, потому что сейчас уже давно стоимость нового клиента в разы дороже, чем стоимость повторного клиента. А чтобы был повторный клиент, этот клиент должен доверять вашему продукту, вашей услуги. А это доверие приходит через личный контакт вас, как предпринимателя, ваших продавцов, то есть вашего персонала, который взаимодействует с покупателями. И в идеале, когда все ваши потребители и потенциальные, и нынешние будут у вас в социальной сети, будут у вас в каком-то вашем личном мобильном приложении, либо на вашем сайте зарегистрированы, с ними у вас будет общий чат в Телеграме, где они будут получать новую интересную информацию по тематике, той тематикой, которой вы занимаетесь. И вы будете, возможно, иметь постоянно с ней коммуникацию. То есть это будет личный контакт, личное доверие и возвращаемость этих клиентов. И они будут, как уже, считая вас, причастными к вашему бизнесу, себя будут вас рекомендовать и тем самым приводить уже теплых клиентов. То есть через личный бренд можно выстроить, модное сейчас слово, экоструктуру своего бизнес-процесса, в которой ваш клиент будет вашим другом, вашим потребителем. Вы увеличите средний чек, вы увеличите охват. И за счет этого ваш бизнес-проект через ваше лицо, как лицо вашего бренда, личного бренда, будет продавать еще эффективнее. То есть хотите быть в центре успеха, развивать свой проект, строите личный бренд. Если остались вопросы, задавайте, будем рады помочь. Спасибо. Ну а на этом все. В гостях был Денис Пончев, предприниматель. И тема нашего была эфира, это личный бренд и его позиционирование в жизни. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и репостите, пожалуйста, видео. Вам будет это полезно. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok